Настя, осторожно. Иди сюда. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. С Рождеством Христовым вас. Спасибо, Христос. Вам поздравь, Настя. Скажи С Рождеством Христовым. Ох ты, молодец. Мы и вас так же. Это моя младшая дочка. А, понятно. Я смотрю, тут от вас был звонок. Когда? И поэтому перезвонил вам. А когда был звонок? Вчера. Не знаю. Просто у меня в скайпе выскочила точка. Кто обычно как-то выходит к нему, там высвечивается, что было какое-то обращение. Поэтому позвонил. Нет, я не звоню никогда никому. Так что легко. А просто там я печатал какие-то такие вопросы. Просто я смотрю, может, думали, вы хотели, чтобы мы на них поговорили или что. Но я поэтому и позвонил. У вас вопросы есть какие-то? Пожалуйста, просто на пол за меня. Ну вот вообще серьезные, конечно, вопросы. Вообще народ. Давайте. У нас все записывается и выставляется в интернет. Вы не против? Нет, конечно. Мы же с вами разговаривали уже. Да, я каждый раз спрашиваю. Говорите, что у вас? Ну вот я просто печатал, но вам, конечно, там у вас обращений много, вам не хватает времени просто все это посмотреть. Но вот все-таки от Бога женщины должны подчиняться мужчинам. Это была еще заповедь дана Еве после грехопадения, когда много чего сказал. Ну там Бог, как она должна там в скорбях будет рожать детей, и к мужу будет влечение, и он будет господствовать над нею. То есть он ее господин. А сегодня вот у нас, допустим... Подождите, у вас рамка как-то не так подальше или сделать? У вас глаз не видно? Ага, хорошо. Вот так. Вот так, вот так. Держите, все. Хорошо. Обнажайте. А сегодня просто вот я не знаю, женщины же с этим абсолютно не согласны, допустим, в России. Этот народ вообще реально, может он выжить или нет? Это же просто к смерти все ведет. Вот в моем такое мнение. Да, именно так. Это к вымиранию народа ведет. И это вот просто даже посмотреть все народы, где женщины получили, так сказать, равные права, а в результате они получали больше прав, чем мужчины. Европа, Россия, они вымирают. Да. А там, где остались мужчины... Вот я вот был 10 лет назад в Чечне, в Ингушетии. Я жил в семье у Ингуша. Отец уехал на хадж в Мекку. У него 8 сыновей и 4 дочери. Значит, 6 сыновей в России крышует рынок, там у нас за Уралом. 2 сына с матерью, 4 дочери в округе, замужем. Ну, конечно, такие народы будут развиваться. Да. Ну как? А у нас, когда один, кто его поддержит? У них, во-первых, эти шестеро, они не ж просто братья. У них все двоюродные братья тоже братьями считаются. И в результате у них приезжает не 6 человек, а человек 60-70. И когда ты один, рядом с тобой такой же один, вы объединиться между собой не можете, как вы можете устоять. Да. Это же просто не выжить. И в результате, а женщины с этим постоянно борются. Они за свои права борются. В результате они борются за то, чтобы их сыновья стали рабами чужого народа. Да. И никто об этом даже не говорит. Особенно вот батюшке доходило до смешного. Понимаете, вот в приходе подходит, там вот обычно у батюшки несколько женщин-активисток есть. Они там ему помогают по разным делам, туда-сюда. Но, кроме этого, они начинают диктовать свои условия всем остальным прихожанам. Ум, знакомое что. Я просто для меня тогда как-то дико было. Но если вы, так сказать, женщины христолюбивые, так для вас заповеди должны быть Божьи вроде бы как закон. А начал разговаривать, обижаются. К матушке пожаловались. Матушка ко мне подходит, говорит, слушайте, а вот эта женщина, она была учительницей. Я говорю, ну хорошо, она была учительницей. Сколько ее учеников рядом в храме стоит с ней? Ни одного. Чем хвастается? Чем? Вопрос. Ответить нечего. Их уже как-то... А их начинает раздражать, когда им нечего ответить на то, что они мне говорят. Слушай, а вот у этой женщины, говорит, у нее муж очень строгий. И он, если она с ним спорит, он ее может побить. Она в храм приходит душу отвезти. Я про себя думаю, она куда-то не туда пришла. В храм идут душу спасать, а отводить ее ходят в кабак. И это мне говорит матушка. Ну просто как-то вот руками разводишь. Ну что, куда дальше ехать? А у них вся... Она потом мне в конце концов говорит, без тебя тут так тихо было. Ты бы куда-нибудь ушел, там в другой куда-нибудь приход или еще куда-нибудь. Потому что, ну вот как-то вот жить мешаешь. Ну опять тихо-то там в тихом омуте. Там и черти-то и водятся как раз. А когда начинаешь говорить, обижаются. Матушка говорит, обличать вообще нельзя. Я говорю, как нельзя? В Писании сказано, что кто не любит обличение, тот не спасется. Так же сказано, обличай праведника, он возлюбит тебя. Не обличай кощунника, он возненавидит тебя. Если вы меня после того, как я вам сказал правду, ненавидите, так вы кто, праведники или кощунники? А вы что им сказали? Я им не ответил, потому что обижу. Просто я ей сказал так, что в Писании сказано, что кто не любит обличение, тот не спасется. А какое обличение-то, какое оно было? Нет, ну просто вот то же самое. Вот она начинает, вот куча женщин нам туда-сюда. С батюшкой начинаешь разговаривать. Вот тоже, допустим, вы понимаете, ну вот знакомые у них там, хорошие, ну друзья практически такие, ходят в храм. Но вопрос-то в этом. Вот, допустим, женщина, которая дружит с матушкой, она увела мужа из другой семьи, он бизнесмен с большими деньгами. Начала от него детей рожать. И там есть деньги, и он немножко помогает им вроде бы, и они поэтому с ним дружат. Потому что деньги идут. У батюшки мужчина живет вообще, ну не то что во втором, ни в каком браке, просто, ну, блудное отношение с какой-то женщиной приезжает к нему. Они с ним на рыбалку ездят, допустим, туда-сюда, они дружат. Ну, удобно так. Ну, это их дело, просто он как-то говорит, ну что вы, тут праздники у нас, вы там договорились, вместе соберемся, посидим. Я говорю, в Писании сказано, что если кто из братьев ваших блудит, так всем даже за стол не садитесь. Он говорит, ну я ему сказал, что типа я его причащать не буду. Я говорю, ну не об этом сказано вроде, он тоже так как-то, люди просто, ну вот, ну, как-то он так понял, что высказал свое неудовольствие. Так, отвернулся, отошел. Ну как, ну что, я не знаю. Кричать в грудь всех бить, ну бесполезно же. Не служить никто не хочет. Я же, я не придумываю, я говорю, так вот Библия. Да. Ну, ну не хотите вы жить по заповедям, ну, ну так хоть не притворяйтесь тогда, не ходите вообще тогда в православный храм. Может тут будет на всю Россию у нас не несколько тысяч храмов, а несколько десятков, но пусть там соберутся настоящие люди тогда, или как там, я не знаю. Никто для них, вот просто мне огорчает то, что Слово Божье для них не закон. Для них это какая-то, я не знаю, абстрактная вещь какая-то. Вот абстрактная, абсолютно. Ее можно толковать вот так, можно вот так, можно еще как-то вот так. Ну как можно толковать? Я говорю, если жены, повинуйтесь своим мужьям. Как это можно толковать? Начинают юлить. Ну, вроде мы и согласны, что жены должны подчиняться мужьям. Чего молчите? Почему молчите? Народ гибнет, вымирает, и от этого просто у него шанса нет выжить. А вы молчите. Это ж ваша, ну, ваша задача. Ну, а чья это задача? Духовных отцов или чья? Да. Для меня загадка. Ну, понятно, что, да, вот с некоторыми, говоришь, батюшками, вот в Минске разговаривал. Он говорит, слушай, если я об этом начну говорить, тут такое начнется. Я про себя думаю, ну, что начнется? Женщины, которым ты это скажешь, они перестанут тебе ходить и нести деньги. И все. Больше ничего не начнется. А у тебя 90% женщин в приходе. Это твоя кормушка. Вот и все, что начнется-то. Трезвая мысль. Я часто живу в поселке, до этого работал в Минске, в Свето-Елизаветинском монастыре, в Свечной мастерской. Там был настоятель, не настоятель, даже никак сказать. Но, в общем, батюшка, он и руководил, он и в храмах службу ведет, и туда приезжает. Ну, как-то у них там, я уже не понимаю. Вот в Минской, тогда был Филарет, пять лет назад. Сейчас другой уже человек. В общем, пришел туда, начал работать. Фактически, ну, можно сказать, что был один из первых, так сказать, тружеников там, потому что производил, ну, как, может, когда-то я больше, кто-то еще больше, но, в принципе, в средней массе, один из первых производителей таких свечей на приходе. И вот такая ситуация. А там подрабатывают у нас все. И бывают студентки подрабатывают еще что-то, свечи наши намотать, нитки на кассеты. А делали свечи этим старым путем окунанием. Окунали, и там окунаешь, окунаешь, и она все это растет, растет свеча. Одна, в общем, а работали мы там в четыре смены по 12 часов. И девчонки, вот которые студентки, ну, там 18 лет молоденькие девчонки, подрабатывают в разные смены. И одна ко мне в мою смену подходит и жалуется. Вот в ту смену ко мне подошел свечной мастер, а он делает фигурные эти свечи разные такие узорчатые, и начал предлагать мне заняться сексом за деньги, чтобы я бросил работу в свечной мастерской в монастыре. Ловко. Я подхожу к начальнику цеха, говорю, так и так, ко мне вот девчонка пожаловалась. То есть она нормальная, девчонка-то не испорченная. Для нее это дико было, за кого меня принимают тут. А их теперь таких девчонок по пальцам посчитать можно. Ну и чем, думаете, кончилось? Уволили меня, а не его. Потому что он лично предан батюшке, его, я могу вам даже сказать, это отец Андрей Лемешонок. Есть такой в Минске батюшка, очень популярный. Мне просто предложили по собственному желанию уйти, а те все люди преданные лично. То есть им, ну в общем, ну вот такая ситуация. Ну. Ну вот, ну как, ну что тут, я не знаю, что тут говорить можно вообще. Я спрошу, а из какого материала свечи делали? А я вам скажу, что, значит, на 90% свечи из всякого барахла делают только, в общем, высшего качества свечи. Это архиерейские считаются, вот на службу, которые выходят, большие. Это раз. Потом есть из воска свечи, но тоже, когда его закупают, никто не знает, что там с чем намешано. Это раз. Это высшего сорта свечи. У нас также были первого и второго сорта свечи, и на них на этикетке везде написано восковые. Первого сорта, восковые второго сорта. Второй сорт это циризин, парафин и всякое вот это вот непонятно что. Первого сорта, это тоже циризин, папаразин, последнее окунание в воск. То есть внутри химия, снаружи чуть-чуть воска. Вот такие делали свечи. И эти свечи поставляются тут везде, от Урала и до Лиссабона. Но правда, они сказали, что в Европу возят только восковые. А машины с Минска, эти ходят вот от Урала и до Запада Европы. Там же поставили на подворье этого монастыря теперь заводик по меду. Значит, они там, ну видимо мед такой же будут делать, как и свечи. То есть один, одни деньги. Подходит женщина, она после проповеди к этому батюшке. Я говорю, вот тут у меня рецепт есть хлеба, значит, натурального, без дрожжей, там без всего. Он посмотрел, говорит, а доход нам с этого какой будет? Ну то есть люди просто, это чисто бизнес структура. У него, допустим, в окружении кругом бывшие воры. Ну как такие бывшие? Ну просто сейчас в Белоруссии батька всех воров прижал. Прижал конкретно. Они пошли все по монастырям, теперь там бизнес делают. Потому что блатовать нельзя, сразу могут на хвост наступить. И один вот из таких воров в авторитете у нас был начальником свечной мастерской. Приходит женщина в брюках, он говорит, я в брюках не возьму на работу. Я говорю, ну конечно ерунда какая-то, уже, я не знаю, уже, говорю, в храм лезут там и всяких брюках. Да при чем, говорю, тут, я говорю, так вот, веры в Бога вообще нет. Он говорит, при чем тут вера в Бога? У нас же есть какой-то свой дресс-код. Это у нас своя униформа. То есть женщина должна быть в юбке, это униформа в монастыре. Оказывается, не образ жизни и одежды, а униформа. У них есть фильм, по-моему, или Братство, или Братья, что-то. Вот именно Минского этого монастыря. Там этот, я не помню его, уже пять лет, как оттуда уехал, шестой год. Как же его звали? Ну он авторитетный такой вор был. Там мелких воров-то полно, они все под ним бегают. То есть это удобно, когда кого-то вонуть надо. Эта же команда сразу, она работает на уничтожение. Да. Их кормят за это. Пожалуйста, там, жилье, работа. Ну и так вот. А человек пришел с зоны, куда податься? Ну, этим пользуются. Да. То есть, на самом деле, духовное состояние в России, в Белоруссии, в Украине, ну, очень тяжелое. Духовное состояние. В Белоруссии, если бы я был вообще начальником каким-то, я бы жизнь сделал людям немножко пожестче, чем батька сделал. Чтобы они начали думать, разбегаться с городов, по деревням, брать землю и начинать работать на ней руками. С городов, чтоб разбежались, халяву, чтоб они эту забыли. Все эти шоу-бизнес, там, молодежь, все это, это же, ну, куда-то ведет. Еще этот Бжезинский и протоколы эксионских мудрецов давно прописано. Разврати народ, и он сам себя погубит. А только этим все и занимается. Любой телевизор ребенок включит. А что там? Ну, пусть там я не хочу хватить коммунистов. Но у них даже не хватало ума для того, чтобы пропагандировать этот беспутный образ жизни. Как-то за мораль боролись. Им нужны были работники, чтобы они работали. А сейчас они не нужны. Сейчас просто идет на уничтожение народа какая-то политика. Я не знаю. Вот так вот как-то вот примерно. Опа! Да, тихо. Да. Тяжело, конечно. А что сделать? Оно как-то вот идет само собой. Ну, как оно и сказано в конце времен. Вряд ли обрящую веру сказал Христос. Мы с вами говорили на эту же тему, что верующих людей, не просто верующих в Бога, а верующих в Богу. То есть, в Писании сказано вот так, значит, так и делай. Практически нет. Вот верующих много. Все верят в Бога. Начинаешь разговаривать. А что ж вы так поступаете? Ведь Бог-то не так говорит. Ну, да разве во все можно исполнить там? Вот какие-то отговорки начинаются. Ну, если Бог сказал, так делай. Что ж нельзя-то сделать? Если тебе сказано... Мужа, слушай, ну, слушай, что? Впереди вечность. Ты ведешь себя, как наркоманка, которая хочет сегодня долбануться, чтобы сегодня в этой жизни было хорошо. А в вечности у тебя ломка начнется. Ломка. Ну, а как? Если она здесь идет против Бога, она же где-то должна за это ответить. Как-то так оно и будет. Ведь это же жизнь у нас, экзамен перед вечностью. Да. А люди-то этого не понимают. Какая там вечность? Типа, что там будет? Да ничего там не будет. Им вот уже в голову вбили, что ничего там не будет. Хватай здесь, живи здесь, радуйся жизни здесь. Поэтому смысла нет жить правильно. Получается, нет смысла, если вечности нет. Ну, да. Так вот и живут. И рядом, я уже не знаю, там более-менее люди вроде считают себя христианами. Где-то какие-то общины собирают. Что-то как-то начинаешь с ними разговаривать. Ну, абсолютный бред какой-то несут. Ужас просто. Я говорю, так вот, в Писании же сказано, вот дьякон мне говорит, мне батюшка сказал, надо жить с тещей. А у нас есть отдельный дом. И у нее есть отдельный дом. А жена с ней жить не хочет. Уже два раза пыталась развестись. Я говорю, ну, в Писании же сказано, брось отца и мать, оставь отца и мать, присоединись к жене. А мне батюшка сказал, что так нельзя. Она хорошая, надо с ней жить. А я ее прекрасно знаю. А эта женщина просто невыносимая. Она в храме приходит и всех мужиков учит. Представляете, как с ней постоянно жить в доме. В одном. Тем более, женщина там, ну, молодая, у нее там двое детей уже, двое внуков ее. Она им житья просто не дает. Батюшка сказал, живи. Ну, что значит, вот вообще, ну, непонятно. Для меня это... Ну, в Писании же сказано, отделись. Мать, ты уважай. Если ей плохо, иди заботься о ней. Помогай чем-то можешь. Ну, не получается. У вас семья развалится. Ну, а батюшка сказал, а его слово выше Бога. Ну, как так? Это я могу таких случаев вам рассказывать всю ночь. Просто не буду ваше время отнимать. Ну, эта тема, вот, она такая важная. Вы бы ее, может, как-нибудь подняли, отношения мужей и жен в России, потому что народ-то вымирает. Ну, это уже много сказано. У нас материал есть. Это дело, ну, я не знаю, может, как-то... Сказано, может, и много. Дело в том, что до женщин не дошло. А есть люди, которые вас только слушать начали? Ну, у нас на сайте есть там Понятно. Просто, может, даже вот какой-то телемост там это вот собираетесь, там по многу людей обсуждаете эту тему. Они там у себя в регионе как-то это поднимать начнут тему. Это ж серьезная тема. Это вымирание народа тема. Оно вот, как кажется, ерунда. А на самом деле все народы, где жены служатся мужей, размножаются, увеличиваются и заселяют землю. Сегодня ж мусульмане заселяют Европу, Россию. Я говорю, а 10 лет назад всего был вот в Чечне, в Ингушетии. 12 детей. Строятся все, живут, работают, у всех скотина, у всех огороды, у всех сады. Все делают. Проехать по России, по этим деревням, ну, я не знаю, ну, я не считаю потеряевку, но больше-то, наверное, таких деревень нету в России. Я, по крайней мере, не видел, и не везде, конечно, был. Но кое-где был. И ничего подобного нигде не видел. Да, вера – это главное. Так это беда наша. Но это же вообще, вот, донести ее до людей – это же первая задача батюшки. Человек даже не знает, как правильно креститься, как правильно венчаться, а слов не знает христианства. Не один. Кто их учит? Но раньше был закон Божий в школе первый предмет сто лет назад. А теперь-то, откуда человек приходит в храм? У него же знаний ноль. Ему разве кто-нибудь что-нибудь разъясняет? Деньги принеси, мы тебя покрестим, все грехи отпустим, и живи счастливо, да? Если за деньги, то креститься нельзя, это симония. Так в том-то и дело. А где сейчас в России, в московской патриархии, без денег крестят, венчают? Или что? Какие таинства отпускают? Все за деньги. Это ж ужас. Ну. Поэтому. Ладно, поговорили мы. Спасибо вам. У вас, если еще вопросы будут какие-нибудь по писанию, вы так неделю через две можете зайти, но сначала напишите, чтобы я увидел, что у меня время есть. Я вам... Хорошо. Я там вам писал, но в скайпе писал, может вы уже не смотрите, вам некогда. Я смотрю каждый день, все смотрю. Да? Все смотрю. Там вот вопрос-то я задавал по писанию. Я его отвечаю, это каждый день ставим ролики. Из ветхого завета, если жена твоя не ходит под рукою твоей, отсеки ее от плоти твоей. Да, да, да. Как вы это, вот объясните вы, как именно, как ваше понимание этих слов? Потому что муж хозяин. Я понимаю, а как отсеки отсечат плоти своей? Мы берем по новому завету, потому что целиком завете мы не можем взять. Там око за око, зуб за зуб, там и проще. Давать разводное письмо, у нас этого нету. Отсечь от плоти означает, что она не будет у тебя как жена, а как работница. И она должна сразу почувствовать, разница большая. Я у вас, знаете, что еще, Игнатий, конечно, хотел спросить. Вы, наверное, конечно, слышали, есть такой в Украине, Серафим Медведев, отец. Нет, не знаю. Не слышали? Нет. У него как раз вот точка зрения, абсолютно противоположная вашей по поводу московской патриархии, что туда ни в коем случае ходить нельзя. И у него тоже есть, вывел это в интернете, свои ролики. И мне бы вот интересно было на то, что он говорит, ваше бы мнение послушать. И это, наверное, было бы очень многим интересно. Если вы время выберете, вы его можете набрать и посмотреть. Нет. Вы выведите его, чтобы он зашел по скайпу ко мне. Возьмите... Да я его не знаю лично. Я... Это... У него... У него даже фильм есть. Знаете, как называется? В чем... В чем смысл... Танечка! В чем смысл нашей жизни называется документальный фильм? Его знают многие. Отец Серафим Медведев. Выведите на меня. Если вдруг время будет... Ну ладно. Все, пока. До свидания. Спасибо вам. Спасибо Христову. Еще раз с Рождеством Христовым. И вас также. Все. Во славу Божию. Вот так разговор. Вот он звонок. От него звонок завершен. А где он от меня звонок был бы?